Слава нашему Господу, братья и сестры, все те, которые присутствуют в зале, нас не так много, и те, которые онлайн наблюдают за нами, слушают, молятся вместе с вами. Да благословит вас всех Господь! Сегодня особенный день, воскресный день, день, когда мы вспоминаем о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Очень быстро, очень быстро и придет этот праздник Пасхи, воскресенье Иисуса Христа. И мы будем праздновать его. Будем праздновать по нашим домам, будем праздновать наших семей, будем вспоминать о том, что Христос, Он был рожден, и Он умер, и Он воскрес, и Он живой. А сегодня я бы хотел поделиться словом, поделиться как раз о том событии, которое рассказывается в Писании о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Коротко прочитаю из Писания, Евангелие от Луки, 19 глава, с 35 стиха я прочитаю. «И привели Его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на Него и Иисуса. И когда Он ехал, постелали одежды свои по дороге, а когда Он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости многоклассно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали им, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни воззапеют!» Братья и сестры, сегодня тема моей проповеди о радости. И кажется, как можно в такое время непростое и нелегкое говорить о радости? Но я знаю, что Писание, оно нас не обманывает. Писание говорит правду, и оно рассказывает нам о радости. И Слово Божье, Библия в целом, оно показывает нам очень и очень много места радости. И они все важны. И я считаю, что мы именно сейчас, именно сегодня должны говорить и об этом тоже. И особенно в этот день, когда мы вспоминаем о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Мы прочитали в этом коротком отрывке о том, что когда Иисуса посадили на этого сленка, то они ехали по дороге, все ученики и люди стали постелать свои одежды, врезали ветки, и ложили перед его шествием. И написано, что в самый момент, когда они с этой горы приблизились к тому месту, когда уже начался спуск, спуск этой Кедронской долине, за которой уже стоял этот Иерусалим, этот прекрасный город с его храмом, его строениями, и все ученики увидели этот город в этот момент. Они все стали, они все стали в радости, они стали кричать, они стали славить Бога, что-то особенное наполнило их сердце, вместе с ними ехал Иисус, вместе с ними ехал Царь, которого они называли Царем, и особенная радость наполнила их сердце. Да, мы знаем, что в этой ситуации они радовались, но через очень короткое время придут страдания, придет боль, придет мучение, капли пота будут, как капли крови, будут предательства, да, будут страдания, будет смерть Иисуса Христа на кресте, да, ученики разбегутся и оставят своего учителя, и страх окутает их сердце, что-то произошло после всего этого, но в тот момент они радовались, потому что рядом с ними был Господь. Вы знаете, сегодня у нас тоже есть трудности, есть определенные, ну, проблемы, которые приходят в жизнь людей, страдает, кто-то переживает, кому-то нужно пройти сегодня через трудное и непростое время, но я хочу сказать, что у каждого христианина, у каждого верующего у Иисуса Христа есть в сердце радость, есть в сердце какая-то надежда на Бога, есть внутреннее чувство, которое приносит ему удовлетворение, приносит ему спокойствие. И я хочу прочитать из второго послания Коринфянам, восьмая глава, первой и второй стихи, такое слово, апостол Павел, он пишет, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Он говорит, посмотрите, вот вы, кому я пишу, коринфяне, вы живете в южной части, ну, так скажем, современной Греции, а вот там, в Македонии, на севере, у них что-то происходит, посмотрите на них, я хочу вам показать что-то, что у них происходит. У них особенная благодать, которая была дана для этих церквей. Особенная благодать. Он говорит, посмотрите на них. И что же там было? Что происходило в этой церкви? И во втором стихе, в этих церквях, во втором стихе он говорит, ибо они, эти люди, эти церкви, они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью. и глубокой нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Вы знаете, в чем же заключались скорби этих церквей, этих людей, которые поверили в Иисуса Христа и пошли за Ним, последовали за Ним. У них были разные скорби, различные испытания. И, в первую очередь, эти испытания были преследования от близких им людей, от тех, с которыми они жили рядом, от их родственников, от тех, которые были их соседи, другие, они их преследовали. Почему? Потому что они поверили в Иисуса Христа. И эти люди, которые их окружали, они принимали эту новую веру как секту, как какую-то угрозу для их системы верования, для их богов, которым они поклонялись. Они думали, что все будет разрушено, что все поломается, наши традиции разрушатся. И они не принимали. И они гнали своих же людей. И эти верующие люди испытывали преследование, испытывали трудности. Они были преследуемы правительством. Они были принуждаемы каким-то вещам отказаться от того, во что они поверили. И эти люди, они чувствовали это давление на себе. Эти церкви, они были в скорби, им было непросто. Они, как часть Греции современной, они были под большими налогами. Римское правительство взимало большие налоги с этих местностей. И эти люди, которые, ну, кажется, простые были, должны были платить большие налоги. И они финансово страдали, у них не было достатка. И тут даже говорится, что в глубокой нищете они были бедны. Но в этой ситуации, когда у них бедность, когда они преследуемы, когда они переживают какие-то трудности, вдруг в их сердце радость. Радость. И эта радость была особенная. Она выливалась в то, что они даже из своих скудных каких-то, ну, подаяний, которые имели, делали пожертвования на Иерусалим. Помогали Павлу другим. Они умели сделать что-то доброе и прекрасное. Их не сердце была радость. И вы знаете, я хочу сказать такую первую мысль, что радость в трудностях, радость в переживаниях, она может приходить, но она приходит тогда, когда мы в Боге, когда мы любим Иисуса Христа, когда мы пребываем в Нем. И здесь так и написано, что Божья благодать была данная этим церквям. То есть, те, которые пребывают в Христе, которые Его любят, к ним приходит Божье благословение. Их сердце может наполнять радость и утешение. Вторая мысль, которую я хотел бы подчеркнуть из той истории, которую мы вспоминаем сегодня о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Эти ученики написано, что множество их стали славить Бога, пришли в особенную радость. Множество учеников на тот момент было вместе с Иисусом Христом. И я хочу сказать, что они шли рядом друг с другом, они видели лица друг друга, они были рады тому, что они вместе, что они идут вместе по этой дороге, вместе с ними Христос. Они слышали друг друга, они видели друг друга. сегодня мы с вами порой не можем видеть друг друга, и мы уже соскучились друг за другом, соскучились за вами, за вами, наши братья и сестры. Хочется снова быть вместе в церкви. Да, но мы знаем, что мы рядом, мы слышим о вас, мы переживаем о вас, мы молимся за вас, благословляем, но у нас есть те, которые рядом с нами, у нас есть наши семьи, наши братья и сестры, наши жены, дети, и мы все можем приносить радость друг другу, когда люди поддерживают один другого, когда они благословляют один другого, когда они видят лицо и приносят что-то доброе, радость наполняет сердце, оно приходит в душу нашу. Я хочу прочитать первое послание Коринфянам, 16 глава, 17-18 стихи. Апостол Павел говорит, Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили, почитайте таковых. Апостол Павел говорит, Я рад прибытию Стефана. Павел находился где-то и в этот момент пришли эти три человека. И он говорит, мое сердце возрадовалось. Я услышал что-то доброе, я услышал новости, я увидел этих людей, я увидел их здравыми, и сердце возрадовалось. Когда рядом с нами люди добрые, когда они умеют быть добрыми, когда они нежны, когда они умеют благословлять, когда они умеют поддерживать и помогать, в тот момент к нам приходит радость через людей. И это прекрасно и хорошо когда мы это имеем. Вы знаете, здесь в Америке была одна такая семья по фамилии Спенсер. Это была мама и ее сын инвалид, который был на коляске, он не мог писать, потому что его руки были болезни, он не мог ничего делать ими, он не мог видеть хорошо, он не мог сфокусироваться через свою болезнь, он не мог увидеть эти слова, его фокусирование, его глаз не работало, и он не мог видеть хорошо, и он был на инвалидной коляске, но однажды он сказал, я хочу учиться, я хочу поступить в университет, и многие люди, которые были вокруг, они пожимали плечами, говорили, как, ну, это невозможно для тебя, скорее всего, но он загорелся таким желанием, и мама решила ему помочь, и вместе с ним она пошла в этот университет, University of Delaware, и она вместе с ним проходила два с половиной года этой учебы, она записывала все эти лекции, которые давал профессор, и потом ему переводила на компьютере в программу, в которую записывала все эти слова, и он слушал это, потому что его слух был хороший, он слушал, принимал, думал, рассуждал, и потом, ну, через эту же программу давал какие-то ответы, и вот так два с половиной года они ходили, они занимались, и в конечном итоге он при этой градуации, когда graduation было, когда они собрались 300 с лишним человек в этом зале, и на сцену, там, где награждали этих студентов, которые окончили этот курс, выехала коляска, и на ней этот инвалид, и все люди стали, и стали, ну, поздравлять их, они были в восторге о том, что вот такой человек сумел закончить этот курс, пройти эту учебу, и получить свой диплом, и там сзади сидела его мама, которая знала, что они вместе сумели пройти это, братья и сестры, какая радость переполняла их сердца, они достигли чего-то, они дошли до того рубежа, когда все вот закончено, и сегодня радостный день, но там была мама, которая сумела помочь своему сыну, которая поддерживала, благословляла, приносила какую-то ему радость, вдохновляла, для того, чтобы он мог пройти эту учебу и закончить ее, мы друг без друга не сможем достигать многого, но когда рядом с нами есть эти люди, которые умеют благословлять и поддерживать, приносить нам радость, наше сердце будет радоваться, Бог будет благословлять через это. Следующий момент, я буду как бы спешить, чтобы мне успеть закончить свою проповедь, конечно же, эти ученики, которые шли с этой горы, спускаясь и видели тот Иерусалим, они радовались, их нерадость была очень сильная, и она была основана на том, что рядом с ними был Иисус Христос, что рядом с ними был тот, который все может, который исцелял людей, который воскрешал мертвых, который кормил тысячи людей буквально с одной буханочки хлеба, который мог сделать все невозможное, что в уме человека есть, он мог это сделать, с ними был Бог, с ними был тот, который был очень сильный, за его спиной, в его присутствии, они чувствовали себя безопасными, они чувствовали себя сильными, они знали, что с ними идет Царь. Когда с тобой Иисус Христос, когда мы пребываем в Нем, в наше сердце будет приходить радость, будет приходить утешение и поддержка от Бога, когда мы пребываем в Нем. Вы знаете, когда мы, похоже, как Петр, который смотрел на Иисуса и шел по воде в тот момент, когда он сказал, Господи, повели мне идти, он пошел, потому что смотрел на Иисуса, но когда перестал смотреть, стал смотреть на обстоятельства, на трудности, которые вот тут вокруг, на эти волны, он стал тонуть, равные в нашей жизни. Когда мы смотрим на Христа, радость будет приходить в наше сердце. Когда мы пребываем в Нем, Он будет нас поддерживать и благословлять, но когда мы отходим, когда мы начинаем фокусироваться на этих проблемах, на этих жизненных ситуациях, радость улетучивается, она уходит. Мы должны быть в Господе, мы должны быть в Иисусе Христе для того, чтобы Божье благословение могло наполнять нас. И еще один момент. Вы знаете, когда эти ученики пережили такую радость, в этой радости они воздали славу Богу. И вы знаете, это самое прекрасное, что может человек делать, когда радуется. Когда Бог внутренно, в нашей душе, может быть, в страданиях, а может быть, когда у нас что-то происходит, и мы имеем что-то доброе, мы воздаем славу Богу, Бог прославляется. Бог тоже радуется. И Бог еще больше благословляет своих детей, посылает им свое благословение, потому что ему нравится, когда мы радуемся. Он доволен, когда мы находимся в состоянии нашего сердца радости и Божьего благословения. Вы знаете, сегодня немало христиан на земле, которые называют себя христианами, но в их жизни нету радости. Они постоянно в ропоте, в постоянном каком-то недовольстве. Их все не устраивает, все не так, все не хорошо, нету никакой радости, они ничего не утешаются в Боге, они не находят для себя никакого утешения в Нем. Я думаю, что эти христиане становятся плотскими людьми, которые, можно сказать, даже грешат, ибо человек, не имеющий радости в жизни своей, он грешит перед Богом. Бог дает эту радость, Бог посылает это. Человек, который не имеет этого, он живет плотской жизнью, в нем не хватает той веры, того доверия живому Богу, и этому человеку нужно меняться, подходить ко Христу. Радость это то, что может расти, радость это то, что может развиваться, и оно может перейти в этот плод Духа, радость, которая в нашем сердце, и она, она сильная, она внутренняя, она густая такая, она наполняет наше естество, наша внутренность. Вы знаете, есть там в Евангелии от Матфея написано блаженство, блаженные, кроткие, и так далее, вы знаете эти блаженства. И вы знаете, вот один человек задумался и сказал, что же такое блаженство, что такое блаженный человек, и кто-то сказал, что это счастливый человек, наивысшее счастье, которое переживает человек. Но когда мы посмотрим в греческий перевод, ибо это слово греческое, то это слово подразумевает намного больше, нежели просто счастливый человек. Оно говорит о том, что у этого человека есть мир, у этого человека есть внутренний покой, стабильность и радость. Счастье, мир, покой, внутренний покой, радость, счастье. Вот это вот то, что называется блаженное. Блаженный человек. И вы знаете, я думаю, что как раз радостный человек, радостный христианин, это блаженный христианин. Это в том, в котором живет мир, Божий мир, у которого в сердце покой, у которого внутри стабильность, от Бога приходит эта стабильность. Он блаженный, он радостный, он счастливый, он переживает мир, в нем покой в душе находится. И особенно это важно, когда мы, когда мы с вами имеем это. И как важно, чтобы мы этого достигали. Вы знаете, христианская радость, это не спонтанная радость. Пришла, ушла, сегодня есть, завтра нет. Мы, мы имеем это внутри. И даже, когда мы гонимы, даже, когда мы больны, даже, когда какие-то трудности происходят, мы радуемся, мы блаженны в Иисусе Христе. Я хочу закончить словами из этого стиха, послания филиппийцам, 4 глава, свою проповедь закончить этими словами. Всегда радуйтесь. Там написаны такие слова. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Братья и сестры, каждый из вас, где бы вы ни находились, в какой ситуации вы ни находились, пребывайте в Боге, пребывайте в Иисусе Христе, радуйтесь в Нем, находите в Нем эти источники, и Он будет это подавать для вас. Он рядом с вами, Он поддержит, Он благословит, Он вас не оставит. И пусть воистину сегодня и в течение следующей недели и дальнейших дней пусть приходит радость от Бога. Мы благословляем вас, мы благословляем всех больных, кто сегодня есть, мы благословляем всех тех, которые переживают трудности, возможно, какой-то унынии приходит в ваше сердце. Мы благословляем вас именем Иисуса Христа, чтобы Божья обладать, Божья сила и Божья радость приходила в ваше сердце. Пусть утешит вас Господь. Мы помолимся сейчас и да прославится имя нашего Бога. Аминь.